Магаданские подростки продолжают работать летом. С 1 июля стартовала вторая смена. Трудовые отряды созданы в подведомственных учреждениях мэрии города. Ребята работают в комбинате зелёного хозяйства, в учреждениях дополнительного образования, школах, библиотеках. Трудоустраивают подростков от 14 до 17 лет. Всё по Трудовому кодексу РФ. В приоритете – дети из многодетных, неполных, малоимущих семей или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Все рабочие места направлены на подростков. Исключены формы сложно квалифицированного или опасного труда. Дети, как правило, трудоустраиваются помощниками курьеров, курьерами, обработчиками справочного материала, выполняют простые задачи по уборке территорий, по помощи в наведении порядки, уборке и так далее. В Магадане на период летних каникул будут трудоустроены 120 несовершеннолетних. Рабочий день в зависимости от возраста – от двух до трёх с половиной часов. Двое подростков трудятся в библиотеке имени Альберта Мефтохудинова два с половиной часа. Обоим по 14 лет. Ребята помогают специалистам в списании книг, а также в уборке учреждения. Ребята в библиотеке будут привлекать и на мероприятия. Сотрудники учреждения планируют провести квест ко дню города, а также интеллектуальные состязания. Как отмечают организаторы, благодаря летней подработке подростки смогут заработать деньги и потратить их на свои нужды. То есть они вполне могут купить себе какую-то одежду с начала учебного года. Учебники сейчас дорогие, учебники купить. То есть на свои нужды потратить. Это всегда приятно к родителям, когда дети начинают помогать. Вот так я считаю, что они правильно сделали, сделали правильный выбор. Зарплата у ребят будет около 20 тысяч рублей. Большая часть из местного бюджета. Также доплатит и центр занятости. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет на летний период. В 2021 году организовано в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» на территории Магадана.